Сегодняшний выпуск мы записываем на Флотилии Рэдисон в Юте. Всем привет, Флотилии Рэдисон, а меня зовут Настя, а вы смотрите еженедельную рубрику на канале Art Channel, арт-план на неделю. Сегодня я вам расскажу о семи выставках, которые я вам советую посетить на этой неделе. И начну я рассказ необычно, а именно с моей любимой группы AS Plus F. Название группы AS Plus F образовано по инициалам ее участников Татьяны Арзамасовой, Льва Язовича, Евгения Святского и Владимира Фриткиса. Группа существует с 1987 года и до сих пор сохраняет свое лидерство на сцене мирового современного искусства. Они создают свои произведения на стыке новых технологий, видео, фотографий, инсталляции, постоянно обращаясь к традиционным техникам. В своих масштабных визуальных повествованиях AS Plus F исследуют ценности и конфликты современной глобальной культуры. Как я уже сказала, это моя любимая группа и с ее творчеством мне удалось познакомиться в Вене, когда я работала в Knoll Gallery в 2017 году. Тогда у нас была выставка работ как раз AS Plus F. Представляли мы их проект Inversa Mundus, что означает с латинского языка перевернутый мир. Она была создана в 2015 году, пребывая целый день рядом с их величественными работами. Я по-настоящему влюбилась в их творчество, поэтому я настоятельно рекомендую обязательно воочию видеть их работы, если вы до этого не были вообще знакомы с этой группой. На следующий год после Inversa Mundus в 2016 году AS Plus F создали новый проект Psychos, который был создан по мотивам знаковый пьес британского драматурга Сары Хейн. Текст был создан ею в психиатрической клинике в начале 1999 года, незадолго до своего самоубийства. Впервые в России этот проект предоставляет Центр современного искусства Марс, где каждый посетитель становится участником перформанса, попадая в психиатрическую клинику в руки санитаром. В январе 2019 года в Палермо состоялась премьера оперы «Турандот» Джакома Пучини, в которой художники выступили сценографами и соавторами режиссера Фабио Черстича. В ней действие разворачивается на фоне мультиэкранного видео. Этот проект называется «Турандот» и его можно увидеть сейчас на выставке «Актуальная Россия. Искусство памяти в заряде». Этот смех кончится слезами. Именно так называется новая выставка, которая проходит сейчас в галерее дизайна Высшей школы экономики. На этой выставке представлены работы таких современных художников, как Данини, Иван Горшков и Дмитрий Кавка. На выставке наравне с живописными полотнами представлены керамические и металлические скульптуры, инсталляции из найденных объектов и видеодокументация перформансов. Многие произведения художники создавали именно для этого проекта и, соответственно, они будут представлены в Москве впервые. Выставка продлится до 22 марта. Для любителей искусства первой половины 20 века мы настоятельно рекомендуем посетить выставку, которая проходит сейчас в Музее импрессионизма Юрий Аненков. И называется она «Революция за дверью». Для тех, кто не знает, Юрий Аненков – это художник театра и кино. Он жил очень много лет в Париже. Особенно это будет тем более интересно людям, которые любят французское искусство и вообще в целом Францию. Он иллюстрировал поэму «12» Александра Блока. Является автором хрестоматийных портретов Максима Горького и Анны Ахматовой, которые представлены как раз в Музее импрессионизма. Для любителей фотографии мы рекомендуем две выставки, которые проходят сейчас в центре братьев Линьер. На первой выставке представлены работы главного фотографа авангарда Александра Роченко. А на второй выставке «Следуй за мной» вы можете увидеть произведение одного из самых важных фэшн-фотографов второй половины 20 века – Гибур Дена. Вам будут интересны его работы, если вы любите мир моды, а особенно журнал «Влог», где фотограф проработал 30 лет. А на выставке представлено более 50 его работ. В галерее «Триум» 6 марта открылись сразу две персональные выставки молодых художников. Называются они «Что если» и «За стеной». На первой выставке «Что если» представлено две серии работ Марии Сафроновой, называются они «ОВЖ» и «Кабинеты». По словам куратора выставки, живописная манера художницы сочетает в себе элементы Северного Возрождения, такие как графичность, трактовки объемов и форм, преобладание линейной перспективы с эстетикой учебных советских плакатов по АБЖ и ГО, сообщая зрителю неясное чувство тревоги. А на второй выставке «За стеной» вы можете познакомиться с творчеством молодого современного художника Антона Кузнецова. В своих работах Антон исследует конфликт между художественным реализмом и достоверностью. Его работы нередко сочетают в себе обыденное и сюрреалистическое, и отсылают зрителя не то к пропагандистским советским плакатам, не то к работам художников Лейпциской школы. Сам художник признается в том, что сама серия появилась благодаря старым хроникам, фотографиям, воспоминаниями о войне и призракам прошлого. На этом все. Любите искусство, ходите на выставки и до встречи на нашем канале «Предельник». И не забывайте о том, что в заряде сейчас проходит выставка «Церетель». Не забывайте обязательно подписываться на канал, ставить уведомления и оставлять свои комментарии. Под этим видео напишите, какую выставку вы посещали в последний раз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok